Первые последствия реформы затронули Великую Ниву. Там в единственной школе остались только начальные классы. Остальных учеников возят в Великую Губу. Около 40 минут в пути в таком пазике дети проводят утром и днем. В самой Великой Губе отдельные предметы теперь проводят вместе. Историю, физику, биологию, английский соединили в один урок для нескольких классов. К такой ситуации в карельских школах привела политика федеральных властей. В апреле бюджет Карелии урезали в четыре раза. С сокращением финансирования республика решила экономить на образование. Для начала объединили небольшие сельские школы с более крупными. Галину Аверьянову, местного библиотекаря, по совместительству депутата поселения, эта история коснулась лично. В Великогубской школе учится ее внук. Галина вместе с членами родительского комитета написала несколько коллективных писем главе Карелии Александру Худиланину и премьер-министру Дмитрию Медведеву. Все они остались без ответа. Создать классы-комплекты, то есть обучать несколько классов вместе, а где-то и вовсе закрыть школы и возить детей и учителей в Великую Губу, такие изменения чиновники назвали «новой технологией». Сэкономить району она должна была почти 30 миллионов рублей. Я думаю, они бы сделали все так, как им это выгодно. И на сегодняшний день, может быть, конечно, опустили бы, наверное, классы чуть-чуть, хотя бы там чисто потеряли. Ну, например, допустим, я бы своей за ребенком точно не отдала бы учиться. Ну, как в класс, где еще есть какие-то какие-то классы. Вера Владимировна Косачева работает в соседнем поселке Ламбас-Ручей более 30 лет. Проводить уроки сразу для двух классов привыкла. В этой школе детей всегда было мало, сейчас всего 27. Но в этом году ей предложили проводить уроки для четырех классов одновременно. Понимаете, я не хочу получать деньги, да, за просто то, что я хожу в школу, да, и работаю с четырьмя классами. Я хочу, чтобы дети обладали какими-то знаниями, я должна результат выдать. Начальные классы в школе пока трогать не стали, но от остальных планов не отказались. Английский, физика, история, общество, знания эти предметы проводят параллельно для нескольких классов. При этом учителя сами разрабатывают и осваивают программы по совместному обучению. Сегодня родители местных школьников сомневаются, что оптимизация завершилась. Этой осенью на них обратили внимание только после бойкота. С требованием объяснить их будущее родители не повели детей на школьную линейку 1 сентября. Уже 9-го в селе был министр образования Карелии. Он обещал снова приехать в школу в январе. Меж тем в кабинетах чиновников работа не стоит. В следующем году в Медвежегорском районе на образование планируется экономить еще 11 миллионов рублей. Что еще ожидает их школу в Великой Губе, даже боятся представить итог этого года налицо. Осенью из соседнего села, где закрыли школу, несколько семей с детьми переехали в город. Еще больше сидят на чемоданах. Работы в российской глубинке нет давно. Без школ не останется и жизни вовсе.